Всем здорова, с вами Старпер и сегодня я расскажу вам об игре Bottle Chasers Night War, проходить которую закончил буквально пару дней назад и которую я назвал замечательной RPG в описаниях ко всем 18 частям видео прохождения, выложенным на канале. Итак, что же из себя представляет Bottle Chasers? Это инди-RPG, профинансированная через Kickstarter и основанная на одноименном комиксе, который в наших краях вряд ли кто-то читал. Впрочем, на понимание сюжета игры это никак не влияет, а почему я расскажу чуть позже. Night War, как кажется поначалу, успешно совмещает в себе лучшие традиции JRPG и Dungeon Crow, беря от первых механику боев и системы прокачки, а от вторых процедурно генерируемые подземелья, которые можно гриндить хоть до бесконечности, ну и еще всякого по мелочи. На бумаге идея выглядит отлично, спора нет, но что же мы имеем в действительности? А вот в действительности все не так радужно, хотя осознание этого приходит только после пары десятков часов, проведенных в игре. Да, поначалу, увидев все красоты, которые предлагает Bottle Chasers, проведя несколько боев, добравшись до города, я ословил самый натуральный вау-эффект с восторгом рассматривая и впитывая происходящее вокруг. В чести Найтвора я должен признать, что этот самый вау-эффект длится довольно долго, намного дольше, чем некоторые современные игры целиком, но все же и он в итоге подходит к концу. И именно в этот момент в голову начинают приходить всякие вопросы, от которых так просто не отмахнуться. Например, и это самое главное, а где собственно сюжет? Я недаром упоминал выше, что незнанием отчасти, а точнее оригинального комикса, никак не влияет на понимание происходящего в игре. Дело в том, что сюжета в Найтвор практически нет. Если быть максимально точным, то он соответствует сюжетам не самых выдающихся западных RPG, прямым текстом предлагая пойти и навалять древнему злу, которая посмела где-то там снова поднять свою дурную голову. Конечно, между стартом и финальным диалогами на меня еще вылили немало сюжетной воды, но все это было довольно предсказуемо, каких-то невероятных поворотов не было вообще, а самый финальный твист легко читался едва ли не в середине игры. Слово о финале, его здесь тоже нет, так как лично я считаю открытые финалы в играх, особенно достаточно долгих, плевком лицо игрока потративши на них десятки часов и заслуживающего чего-то вразумительного, а не убогого «Вы всех победили, но это не точно». Ладно, в принципе, это еще можно было бы стерпеть, если бы не второй косяк, тоже косвенно относящийся к сюжету. Речь о персонажах. Ребята, это полный провал. Учитывая, что Battle Chasers прямо заявляют своим желанием максимально походить на джерпуге, я совсем не ожидал увидеть настолько плоских и клишированных героев, которые, по сути, запоминаются исключительно своими функциями в бою. Вот вам танк с агром, вот вам хиллер баффер, а вот вам демидж дилер, ну и так далее. Ладно, Моника еще запоминается выдающейся фигурой, но вряд ли это помогает хоть как-то раскрыть ее характер. Все же остальные, как под копирку, слезаны с миллиона других игр. Тут вам однозначно добрая героиня и суровый, благородный рыцарь и стопроцентный комик релиф, призванный изредка веселить игрока и так далее и тому подобное. В общем, все то, что вы уже видели и не раз. Редкие внесюжетные диалоги, происходящие, как правило, во время отдыха в таверне, раскрыться персонажам не помогают и такое ощущение, что написано просто от балды. Пользуя этой версии говорит и то, что примерно за 3 до конца игры эти ночные обсуждения исчезают, так ни на что и не повлияв. В дальнейшем персонажи говорят только во время сюжетных роликов, выдавая максимум по паре реплик за раз. Таким образом, никакой эволюции главных героев Боттелл Чезерс нет и в помине. И как-то проникнуться их историями, начать сопереживать или вообще делать хоть что-то, кроме размышлений в духе, а кританет ли вот сейчас Моника или, а переживет ли Калибрэто следующую атаку, попросту не получается. Да что там говорить, некоторые записки, разбросанные по подземельям, вызывали больше эмоций, чем главные герои игры. И вот, на фоне этого безобразия, вспоминая каким шоком для меня когда-то стала смерть Айрис в Final Fantasy 7. Вспоминая этот подкатывающий горло в колючий комок, я понимаю, что Баттелл Чезерс дэджи РПГ как до луны на самокате. Впрочем, если рассматривать Night Wars с позиции этакого казуального Dungeon Crawler, то все становится гораздо оптимистичнее. Проходить подземелья действительно интересно. Драться с врагами тоже. Интересно предвкушать, какие новые таланты откроются у персонажей с повышением уровня. Интересно искать для них новую экипировку, ну и так далее. В этом плане придраться к Баттл Чезерс я не могу. Разве что хотелось бы опции на ускорение анимации в бою или даже их пропуск, как это было сделано в Disciples, например. Потому что наступает такой момент, когда все эти красочные удары начинают занимать до 90% времени, которое длится весь бой. И говоря предельно откровенно, такая неторопливость начинает постепенно раздражать. Впрочем, это уже действительно придирка. В общем, Баттл Чезерс Найт Уор гораздо меньше от JRPG, чем хотелось бы ее разработчикам, но это не мешает игре быть вполне себе бодрым, пусть и простым Данжен Кроулом. Помимо этого, игра с гордостью может похвастаться действительно стильной графикой, а также неплохой, ну или как минимум не раздражающей музыкой. Подводя итог в цифрах, JRPG составляющая Баттл Чезерс получает от меня скромную пятерку, а вот Данжен Кроул составляющую целую восьмерку, что дает среднее арифметическое 6,5 баллов. Но учитывайте, что первые часов 15 игры с легкостью тянут на девятку десятку и однозначно стоят того, чтобы их попробовать. А там, кто знает, может Найт Уор сможет затянуть кого-нибудь из вас больше, чем меня. На этом разрешите откланяться, с вами был Старпер, спасибо, что досмотрели до конца, всем счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok